Администрация главы Чувашской республики отстояла свою позицию. В апелляционном суде города Владимир поставили точку в затянувшемся процессе, который инициировало интернет-издание «Правда ПФО». Иск администрации главы Чуваши и общества с ограниченной ответственностью «Правда ПФО» подала в арбитражный суд Чуваши в ноябре 2014 года. В сетевом издании потребовали признать несоответствующими действительности выражение бывшего пресс-секретаря главы региона Михаила Вансяцкого и выплатить компенсацию за репутационный вред. Данный комментарий был осуществлен в ходе пресс-конференции главы Чувашской республики в августе 2014 года. Необходимо отметить, что пресс-секретарь, комментируя, что «Правда ПФО меня оболгала» основывался исключительно на состоявшихся судебных разбирательствах и вступившем в законную силу решения суда. Здесь бы я хотела отметить о том, что это было решение суда апелляционной инстанции. Одна из публикаций, распространенная в интернет-ресурсах «Правда ПФО», носила в себе недостоверные сведения. В ходе судебных заседаний был проведен детальный анализ с публикацией. Удовлетворить иск интернет-издания арбитражный суд Чуваши отказал в полном объеме. Апелляционную жалобу отклонили и в городе Владимир. Во всех судебных разбирательствах в суде первой инстанции, в апелляционной инстанции администрация главы Чувашской республики приводила доводы и аргументы о том, что права и, отмечу, законные интересы общества с ограниченной ответственностью «Правда ПФО» не были нарушены. Администрация главы Чувашской республики, которая является органом государственной власти Чуваши, не свойственно выступать инициатором в судебных разбирательствах, тем более вступать в судебные прения со средствами массовой информации. Мы всегда еще раз подчеркну за свободу слова. Но в данном конкретном разбирательстве администрация главы выступала со стороны ответчика и доказала свои законные интересы.